И весной, и летом, и даже в теплые дни осени, отдыхая на природе, необходимо быть крайне осторожным. С отдыха можно вернуться не только с позитивными эмоциями, но и, к сожалению, с клещами. Они как раз активизируются в теплые дни, и риск быть укушенными этими насекомыми особенно велик как раз на природе. Что необходимо делать в случае укуса и какая ситуация в наших широтах с этой напастью, в следующем сюжете. Специалисты сразу обнадежили. Клещевой энцефалит одесситом не грозит. Последний случай укуса и заражения этим заболеванием в нашем регионе был зарегистрирован около 30 лет тому назад. Энцефалит больше распространен на севере страны. В нашем степном регионе более опасен клещ, зараженный боррелиозом. Она же болезнь лайма. Случаи укуса такими насекомыми уже зафиксированы. Количество обращений людей по поводу укусов клещами значительно выросло. За последние две недели в вирусологическую лабораторию нашего лабораторного центра обратилось более 100 людей, которые принесли клещей для проведения исследований. Конечно, лучше всего, чтобы клещей удаляли с тела пациента специалисты. Но если медпункт далеко, то можно сделать это и самостоятельно. Например, капнуть на место укуса какую-то жидкость. Лучше всего растительное масло. Так у клеща перекроются дыхательные пути, он ослабит мускулатуру и попытается высвободиться. Есть еще один способ. Делается обычная нитяная петля. Желательно поближе к коже ее затянуть у хоботка этого насекомого. И такими покачивающими движениями попытаться его удалить. Торопиться надо медленно. Дело в том, что бывает так, что клещ настолько хорошо присосался, что его очень трудно убрать. Учитывая, что инкубационный период заболевания около двух недель, в течение этого срока стоит прислушиваться к своему организму. И не делать, как некоторые. Например, категорически не рекомендуется сдирать клеща силой и выбрасывать. Мы уже лишены материала диагностического. Поэтому мы не можем сказать, нужно ли принимать этому больному превентивное лечение или нет. Второе. Вы разрушаете целостность этого клеща, разрушаете целостность, подвергаете себя дополнительной опасности. Клещей нужно относить в лабораторию на Старостяной площади. Там сделают необходимые анализы и ответят, нужно ли лечение. А чтобы не было поводов, специалисты рекомендуют, особенно на природе, не оставлять открытыми участки тела. После похода на пикник тщательно вытрушивать одеяло и, собираясь домой, осмотреть себя, друг друга и своих животных. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».